Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение второй книги Царств и будем читать 24-ю, последнюю главу этой книги. Гнев Господен опять возгорелся на израилетян, и возбудил он в них Давида сказать «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым и Иудинам, от Дана до Веса, Фии, Версавии, и исчезте народ, чтобы мне знать число народа». Что значит гнев Господен опять возгорелся на израилетян, и возбудил он в них Давида. Он – это дух гневливости, позданный в сердце Давида. Господь иногда попускает таким духом мятежным приближаться к нам, испытывать нас, проверять нас. Как в случае с праведным Иовом, мы видим нечто подобное, потому что сам Господь, Он никого ни на что не провоцирует, Он есть источник благости, и общение с Ним приносит гармонию, но не хаос. Посмотрим, какое объяснение нам предлагают отцы церкви. Первое объяснение древнехристианского экзегета Пресвитер. Он сохранился под этим именем, а трактат его называется «Оправление Бога». Ты говоришь, что это было нечестие немногих людей, а что не было сделано всеми, не могло навлечь несчастье на всех. Да, я говорил выше и не раз, что преступление одного человека стало разорением для многих среди народа Божия. Так же, как пострадал народ от воровства Ахана, так же, как смерть пришла через исчисление народа святым Давидом, это то, о чем мы читаем, «Церковь Божья подобна оку, ведь когда в глаз попадает царинка, пусть и самая малая, она слепит глаз полностью подобным образом, и немногие члены тела церкви, совершая постыдные дела, заслоняют блеск сияния церкви». Да, здесь на лицо мы видим ошибку Давида. Господь испытывал его этим духом гневливости, а Давид поддался этому искушению, и через ошибку лидера народа Божия может пострадать весь народ Божий. Это закон. Позже царь Соломон напишет в своих премудрых книгах «Бывает время, когда человек управляет другими людьми во вред им». И в истории Церкви Христовой мы знали и нечестивых царей, и нечестивых патриархов, которые не просто совершали нечестие, впадали в ереси, были отлучены от церкви и так далее. Поэтому не надо удивляться, что произошло то, что произошло. Хотя, казалось бы, а в чем заключается гневливость? Пойди и сосчитай всех людей. Когда человек делает что-либо с рассуждением, без гневливости, без поспешности, он не принимает ошибочных решений. Как сказано, если ты хочешь что-то делать, например, построить башню или отправиться на войну, ты сядь и подумай, а хватит ли у тебя средств. А грех пойти сосчитать народ, он заключался в чем? Чтобы убедиться, хватит ли у меня количества народу противостоять врагам. Как будто бы правда в силе большинства, а не в благословении от немногих. И вот в этом заключался грех Давида, как и мы иногда можем думать о себе. Да, вот мы, плюс китайцы, плюс турки, плюс сербы, плюс кто-то еще. Россия оказывалась в более худших обстоятельствах, чем теперь. И немногим Господь давал великие победы. Точно так же и другие народы одерживали победы малым числом, когда справедливость была на их стороне. Итак, дан приказ Иаву, военачальнику, исчислить народ. «И сказал Иаву царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще вас сто раз столько, а отче Господина моего царя да увидит это. Но для чего Господин мой царь желает этого дела?» Иав пытается вразуметь Давида. Он как бы говорит, ну сколько есть людей, столько и есть. «Если Господь хочет нас наказать, и большая армия нам не поможет, если Господь хочет нас благословить, и малым числом одержим победу». Казалось бы, это говорит военачальник, который прямо заинтересован в большом количестве воинов. царь, а царь, который должен быть как бы посредником между Богом и народом, потому что он не просто царь, он еще и пророк, ведет себя безрассудно. «Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло». Ну как поспоришь с царем. «И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский». Как будто бы число может что-то решить. «И перешли они Иордан и остановились в Арарое на правой стороне города, который среди долины Гадовой к Изареру, и пришли в Галаад и в землю Тахтим-Хошти, и пришли в Дан Иоан и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тигра и во все города Хевиян и Хананиян, имеется в виду, которые были под их властью, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим». То есть все обошли, всех сосчитали. И подал Иав список народной переписи царю. Оказалось, что израилетян было 800 тысяч мужей, сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. считали от 20 до 50 лет. Вот этот возраст считался и возрастом служения в храме, и возрастом для участия в военных действиях. Никаких 18-летних в армию не брали, это считалось бы вообще крайним зверством. человек не создал семью, не построил дом, не родил ребенка, не испытал радость общения с женою и его забирать на войну. такое по закону Божию строго запрещено. Поэтому возраст был совершенно определен. И вот когда доложили Давиду, ну что, лучше стало ему, читаем 10 стих и ниже, и вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ и сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грехи раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Вот чем Давид нам всем дорог, по имени Господи царя Давида и всю кротость его, этот человек никогда не боялся и не стыдился признавать своих ошибок. Вот если он их совершал, даже публично, он часто публично и менял свое решение. Посмотрим, какое истолкование есть на этот текст. Это Григорий Великий, двоислов Папа Римский, его морали на книгу Иова. Он пишет «Личности правителей столь определяются заслугами их подчиненных, что зачастую люди, которые кажутся хорошими, быстро изменяются, получив власть. Как замечено в Священном Писании, тот же Саул переменил свое сердце, обретя царское достоинство. Потому и написано «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался головою колен израилевых». Образ действия правителей так зависим от поступков подданных, что частой запорочности паствы до греха доходит и истинно добрый пастырь. Вот пророк Давид. Тот самый, который восхвален свидетельством самого Бога, который познал небесные тайны, вдруг исполнившись гордости, согрешил исчислением народа. И хотя согрешил Давид, наказание понес народ. Почему так? Потому что действительно сердце правителей располагаются соответственно заслугам народа. Есть такая пословица «каков приход, таков и поп». в данном в данном случае Григорий Великий настаивает на том, что ошибки правителей бывают обусловлены общим состоянием и настроением народа. Правда, есть и другая пословица. «каков поп, таков и приход». Ответственность Давида наша все равно не снимается. И Григорий Великий далее пишет «но судья праведный воздал за вину грешника наказанием тех самых людей, из-за которых он и согрешил, а поскольку он и сам не был невиновен, ибо проявил гордость своей свободной волей, то также понес наказание за свой грех. Тот безрассудный гнев, который поразил тела людей, отозвался нестерпимой болью в сердце правителя. Итак, заслуги правителей и народа так тесно связаны, что часто люди поступают хуже по вине их пастырей, а поступки пастырей изменяются по заслугам народа. Братья и сестры, это относится не только к отношениям между правителями и их подчиненными, их народом. Это относится и к тем отношениям, которые царят в семье, на приходе, в любой другой ситуации. мы все очень взаимосвязаны друг с другом. Поэтому, когда мы хотим понять проблемы наших детей, почему они себя так ведут, может быть, стоит заглянуть в зеркало и вспомнить, какими мы были в молодости. народами. И так сдрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И ниже, с 11 стиха. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа гаду, пророку, прозорливцу Давида. Казалось бы, синонимичные слова пророку, прозорливцу. На самом деле не совсем. Пророк это тот, который слышит голос Божий и передает его другим. А прозорливец это тот, который еще и видит ту реальность, которая существует. И было слово Господа гаду, пророку, прозорливцу Давида. Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою. И пришел гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих. Ну, мы знаем, Давид набегался уже, устал. И они преследовали тебя. Или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей. То есть от Господа гнев. «Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. И избрал себе Давид моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израилетян от утра до назначенного времени. И началась язва в народе, и умерла из народа Дана до Версавии семьдесят тысяч человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедстве и сказал ангелу, поражавшему народ, довольна. Теперь опусти руку твою. Ангел же Господен был тогда у гумна Орны и Фусетянина. Мы помним это гумно, там временно останавливался ковчег Завета. Посмотрим, какое объяснение нам предлагают отцы. Прежде всего, Амвросий Медиаланский, очень вдумчивый экзегет, он пишет, «Когда Давид повелел исчислить народ, то сильно содрогнулось его сердце. И тогда он сказал Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. И вот пророк Нафан был послан к нему с предложением выбрать одно из трех голод в стране в течение трех лет, бегство от врагов в течение трех месяцев или язву в стране в течение трех дней. Давид же ответил, «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть». Вина Давида заключалась в том, что он хотел знать количество людей, бывших с ним, но это знание он должен был оставить только Богу. Почему это знание надо было оставить только Богу? Бог оживляет и умерщвляет и победа совершается не число, не количество, не Давиду ли это знать? Далее Амбросий пишет, далее говорится, что когда в первый день от утра до назначенного времени сошла язва и Давид увидел ангела, поражающего народ, он говорил, вот я согрешил, я поступил беззаконно, а они овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. То есть, когда ангел стоял над Иерусалимом, и Давид это видел, он стал требовать, чтобы отомщение было только ему одному и его дому. И Господь пожалел о бедстве и повелел ангелу пощадить народ, а Давиду принести жертву, ибо жертвы, когда приносились за грех, ныне же приносятся жертвы раскаяния. Так своим смирением он снискал расположение пред Богом, потому что неудивительно, что люди грешат, но достойно порицания, если они не признают, что заблуждаются и не смиряются перед Богом. Вот такой вывод, который делает Авросий Медиаланский, он многого стоит. Действительно, то, что люди грешат, это заложено уже в природе человека. И не надо удивляться, что кто-то грешит и говорить о грехах других людей, в этом нету ничего поразительного, удивительного. Надо говорить о людях, которые перестали грешить. И в церквах надо за каждой службой говорить об этих людях. И так и было на Руси. Каждый день читали книгу под названием «Пролог». И там жития святых, то есть людей, которые перестали грешить. А у нас повышенный интерес тем, которые грешат. Причем может быть не так страшно, как мы. Почему? Потому что нечистое тянет к нечистому. А если мы бы очистились через покаяние, мы искали бы примеры, как продолжать вести жизнь в прощенном состоянии, воспользовавшись благодатью Божией. Потому что Божья милость, она есть и преображающая, а иногда Божья милость это как отсрочка, как отсрочка дается на некоторое время. И пришел в тот день Гад к Давиду, пророк, и сказал, иди поставь жертвене Господу на гумне Орны Ефус Вианина. И пошел Давид по слову гада пророка, как повелел Господь, и взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа, и сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно, вот волы для всесожжения и повозки и упореж воловья на дрова все это царь Орна отдает царю еще сказал Орна царю Господь Бог твой да будет милости в тебе но царь сказал Орне нет я заплачу тебе что стоит и не вознесу Господу Богу моему жертвы взятой даром и купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра вот почему Давид не хочет приносить то что предлагается даром это будет не его приношение это будет приношение того человека которому это собственно принадлежит был такой забавный случай я пять раз посещал Чеченскую республику возил туда гуманитарную помощь мы ее раздавали детям женщинам во время второй войны и однажды один чеченец рассказал мне такой анекдот причем анекдот про чеченцев и анекдот такой не было дождя долгое время в Чечне и пошли к главному муфтию Чечни и спрашивают что нам делать нету дождя а муфтий говорит так вы принесите в жертву быка раз пошли принесли в жертву быка в соседней ингушетии ливень в Чечне не капли опять идут они к верховному муфтию говорят а вот нету дождя что делать а вы еще принесите корову пошли корову принесли в Кабардини и Болгарии дождь ливень а у них ничего нет они опять идут к своему муфтию мудрый муфтий говорит надо чеченского бычка принести в жертву или чеченскую корову тогда дождь будет идти не в Кабардино Болгарии а здесь на нашей земле Давид понимает что жертва это то что ты даешь Богу а не то что ты украл и на Бога дал поэтому он очень меркантилен в этом вопросе и купил Давид гумно и валов за 50 циклей серебра и соорудил там Давид жертвенник Господу и принес всесожжение и мирные жертвы после Соломон распространил жертвенник потому что он мал был и умилостивился Господь над страной и прекратилось поражение Израиля умилостивление это когда Господь проявляет свой характер но Бог есть любовь Он и есть любовь В каком же случае Бог проявляет свой гнев когда мы удаляемся от Бога как от источника любви и милосердия и оказываемся во власти собственного зла и собственных беззаконий то есть не Бог удаляется от нас а мы удаляемся от Него не Он впадает в ярость Бог не изменяем а мы оказываемся в мире греха который преисполнен яростью Давид это великий пример человека который совершал служение как подлинный правитель перед Богом своим и вот давайте посмотрим последний комментарий это Цезарий Арский он здесь объясняет почему купил Давид Гумно и Волов за 50 сикелей серебра вот сам Орна предложил благословенному Давиду Гумно и Волов для всесожжения но царь Давид отказался принять это не заплатив то есть он не хочет брать не заплатив кстати в Новом Завете сказано что мы христиане должны жить так чтобы никому ничего не быть должными кроме взаимной любви и это также исполнилось приходом Господа нашего и Спасителя ибо он отказался принять себе сердца язычников не заплатив прежде за них своей драгоценной кровью израилетяне так были куплены они все искуплены акт обрезания а язычники должны были быть приобретены еще кровью Спасителя так что же он заплатил 50 сикелей серебра говорит Писание под числом 50 следует понимать благодать Духа Святаго и обозначение отпущения грехов действительно на 50 день Дух Святой не спослан был на апостолов а в Ветхом Завете 50 год посвящался всепрощению то есть когда объявлялось полное амнистия всем согрешившим и так тот Давид заплатил серебро наш Давид то есть Христос прообразом которого выступал тот пролил свою собственную кровь чтобы выкупить гумноязыческого царя Давид дал 50 сикелей чтобы воздвигнуть алтарь себе на гумне язычников Христос Давид истинный дал благодать Святаго Духа и прощение грехов на 50 день так что братья поскольку он Господь удостоил нас воздвигнуть храм свой в нас и из нас то давайте не причинять ему страданий в доме его если он Христос страдает за грехи наши из-за наших грехов то он быстро и отступит горе той несчастной души которую он оставит без сомнения если кто-то лишается света то он тут же погружается во тьму так давайте с его помощью с помощью Христа стремиться жить так чтобы заслужить иметь благо Господа не только гостем у нас но вечным в нас жителям да будет благо Господа с помощью Господа Иисуса Христа которому честь и слава вместе с Отцом и Духом Святым во веки веков Аминь Субтитры